Здравствуйте! В эфире программа «О чём говорят». Сразу 12 педагогов Самарской области стали победителями конкурса «Серафимовский учитель». Он проходил в Нижегородской области в селе Дивеево. Об этом конкурсе, к сожалению, мало знают, но в последнее время ему придается особое значение. Недаром организаторы конкурса «Фонд преподобного Серафима Саровского» и аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. А со мной в студии один из победителей – Ирина Александровна Кузьмина. Здравствуйте! Здравствуйте! Большое спасибо, что пришли. Я думаю, мы тоже поздравляем вас с победой. Отрадно, что целых 12 человек от Самарской области были отмечены. Это на самом деле серьезно. Я вначале сказал, что, к сожалению, у нас очень мало знают об этом конкурсе. Несмотря на то, что он ведь уже больше 10 лет, по-моему, проходит, да? Да, он проходит более 12 лет. Вот этот был 12-й раз. 12-й раз. И вообще география конкурса, она расширяется с каждым годом. Я слышал и за границей в этом году наши приезжали участвовали. Были участники с Белоруссии, с Литвы также. И участвовали те регионы, которые в прошлые годы также не принимали участие. Давайте в двух словах буквально, Ирина Александровна. Вот чем, чтобы обыватель понимал, чем этот конкурс серафимовский, учитель отличается от привычных нам педагогических конкурсов? В первую очередь. Ну, в первую очередь, это всё-таки повышение статуса педагога, который занимается именно духовно-нравственным воспитанием и становлением личности подрастающего поколения. Потому что педагогические конкурсы, их довольно-таки много. А именно вот поддержка тех педагогов, да, ну... Которые занимаются духовностью, да? Да, вот этих именно вот вообще, как бы вот когда мы проводили у себя анализ, мы поняли, что это вот единственный конкурс в России, который вот направлен именно на эти цели. Да, и поэтому это очень важно и актуально в наше время. В принципе, аппарат президента на это обратил внимание, всячески этот конкурс поддерживает, что действительно сегодня говорить об этом нужно. Я имею в виду и педагогов, и проведение подобных конкурсов. Да, и также здесь ещё происходит такая популяризация, как раз именно методических разработок, которые представляют на конкурсы педагоги. Именно вот в области духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения. Вот далеко, чтобы не уходить, извините, я вас перебиваю, но вот книжка замечательная, которая лежит у вас на столе, насколько я понимаю, в ней и ваш труд тоже. Да, вот вообще как бы в этом году мы на этот конкурс отправляли две работы, и эти две работы также они у нас вошли в число победителей и заняли, ну, больше рейтинг по экспертным оценкам, и две работы были опубликованы вот в таких вот сборничках образовательных программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи. Но, в принципе, ведь в общеобразовательных школах во многих сегодня этому особое значение придаёт. Я знаю, вы не работаете в общеобразовательной школе, но, тем не менее, много участников этого конкурса были из простых средних школ. Да, ну, в основном. В основном. У нас как бы несколько другая структура. Мы занимаемся именно дополнительным образованием детей. Наш центр направлен как раз вот на дополнительное образование. Ваш центр правильно как называется? Некоммерческий фонд, детский и апархиальный образовательный центр. А вы при епархии как раз детский образовательный центр, да? Ну, да, да. Как бы у нас 25 филиалов, вот 4 из которых, они находятся как раз вот именно в Самаре. Детей много ходит? Ну, много. Порядка там более 10 тысяч. Серьёзно, на самом деле? Да, ну, у нас очень география, я говорю, 25 филиалов. Ну, вот всё. Чем там дети занимаются? Ну, вообще как бы деятельность, основная миссия нашего учебного заведения, это всё-таки как раз вот духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. И поэтому мы как бы направляем нашу деятельность как раз вот именно погружаем детей в социальную, благотворительную, культурно-просветительскую деятельность, на основании которой как бы даём им не только знания, умения, навыки в определённых областях, но их развиваем духовно. То есть стараемся их делать добрее, прививаем уважительные отношения к культуре, к истории своей страны, также учим их быть нравственными. Ну, как бы вот в плане именно духовно-нравственного развития и воспитания работаем. У нас потому, что многие, я вот почему на эту тему решил поговорить, у нас многие говорят, что сегодня, к сожалению, общая школа не всегда акцентирует внимание именно на этих вопросах. Ну, здесь не стоит всех так уж в одну туда перемешивать, но тем не менее, к сожалению, есть такая тенденция. Ну, школа как бы, она в основном всё-таки направлена на образовательный процесс, да, а воспитательный процесс, как бы он так, ну, как бы где присутствует, где не присутствует. Зависит от педагога, на самом деле, я считаю. Да, от педагога, да. А здесь вот система дополнительного образования, она как бы акцентируется именно на воспитательной области. То есть, да, когда детки приходят, мы должны не только какие-то определённые знания дать им, но ещё их воспитывать. А воспитывать как? Ну, вот в нашем случае, чтобы они духовно-нравственно развивались, были добрее, как я уже говорила, да, с формированными определёнными нравственными ценностями. Вот, знаете, с общеобразовательными предметами, мне кажется, там всё проще. Математика, русский язык, история, литература, физика, химия, да. А как с ребёнком заниматься духовно-нравственным воспитанием, это уже история совершенно другая. Ну, у нас, как вот мы в своей работе предполагаем, то есть, как бы, есть определённая область, да, то есть, например, вот в дополнительном образовании это и художественная, да, сфера, и туристко-краеведческая, физкультурно-спортивная, ну, как бы, их много направлений. То есть, вы берёте какое-то направление, где ребёнок себя хорошо чувствует, живописью занимается, спортом, я не знаю, в походы ходите, и при этом с ним ещё общаетесь, рассказываете что-то, и... Мы, вот у нас в фонде, мы реализуем более 40 программ, то есть, да, придя к нам, ребёнок может выбрать любую программу, по которой он хочет развиваться, так сказать, обучаться, и в этих программах как раз вот присутствует компонент по-духовно-нравственному, то есть, и мы уже в процессе вот этой работы, то есть, создаём такую духовно обогащённую среду, где, ну, как бы, по-другому быть не может. То есть, вот, есть определённые грани и позиции, где, которым мы хотим их научить, вот. И поэтому это приоритетно. То есть, вот, в нашем именно центре это приоритетно. А вообще, насколько важно вообще сегодня, да, говорить о духовно-нравственном воспитании? Ну, на мой взгляд, это очень важно, потому что, как бы, вот, воспитывая поколение, да, мы создаём, так сказать, наше будущее, то есть, в том обществе, в котором мы будем жить дальше. И поэтому именно вот вообще любое воспитание, да, оно очень важно. И этим нужно заниматься. Этим нужно заниматься. Вы этим занимаетесь. Мы этим занимаемся, да. Насколько получается, да. Сколько получается. Сами-то как к этому пришли? Сама пришла. Ну, во-первых, у меня у самой двое детей. Вот. И, так сказать, эта проблема меня тоже касается. Когда я пришла, то есть, я действительно тоже понимала, что, да, мы учим детей, да, мы посещаем какие-то занятия, да, где им дают определённые знания. Кружки и секции. Да, да. Но духовно, да, нравственно они не растут. То есть, они вот, да, умеют там читать, писать, там английский учат, да, там хореография, но духовно не растут. То есть, как раз, и вот, когда у меня у самой вот просто, меня это тоже касается, я поняла, что это нужно делать, и это очень важно. Особенно, как бы, вот сейчас, когда я, как уже говорила, в школе всё-таки эта функция, ну, как бы, она упускается. И вот у меня такой был выбор. Я там совсем... Вот в нашем учреждении я работаю сравнительно недавно, это всего лишь второй год. Мне это нравится. Вот. И как бы дальше... А по образованию вы педагог? Ну, да, педагог-психолог. Педагог-психолог. Ну, сделали выборы, насколько я понимаю, довольно-таки удачные. Видите, уже монографии появились. Ну, стараемся. Стараемся. Это очень интересно и очень важно. На собственных детях, вот, нас сейчас слушают же, многие люди, вот, вы понимаете, что это на них действительно влияет и отражается? Конечно. Конечно. В чём это заключается? В чём выражается? В чём выражается? Ну, во-первых, как они относятся к родителям, как они относятся к старшим, к окружающим. Вообще полностью... То есть вот если мы будем развиваться в этом направлении, да, то есть обогащается, во-первых, духовный мир ребёнка, он по-другому смотрит на какие-то вещи, которые он... То есть раньше были для него приоритетны. А сейчас, то есть вот, а потом, как бы, понимаешь, когда ты начинаешь в этом отношении работать, вот именно по духовно-нравственному компоненту, то есть ты понимаешь, что у него ценности меняются. Ситуацию оценивает по-другому. Да. То есть отношение к семье, к бабушкам, к дедушкам, к старшим, то есть как бы всё меняется. В принципе, это тот элемент воспитания, который должен быть в любой семье. Здесь как её не назови, да, и какую бы религию к этому не приведи, на самом деле, это то, что должно быть. Традиции. Да, традиции, знания, конечно, своих корней. Истоков корней. Своей истории, да, своей традиции. Но, естественно, как бы вот так, как у нас всё-таки епархиальный образовательный центр, да, то есть мы прививаем также любовь к детям и уважительное отношение к другим народам, к другим вероисповеданиям. То есть это всё присутствует, толерантные отношения. Но как бы да, всё-таки свои моменты присутствуют вот в отношении, наверное, компонента православной культуры. Есть такие. Понятно. Хорошо. Мне подсказывать времени практически не остаётся. Мы вас ещё раз поздравляем с заслугой. И, конечно, это важно. Мы привыкли ведь, смотрите, к чему. Когда мы говорим о дополнительном образовании, мы вспоминаем дворцы пионеров сейчас, образовательные центры, да, где дети ходят, занимаются в кружках. И, в принципе, мне кажется, то заведение, в котором вы работаете, его тоже можно считать таким же центром дополнительного образования. А мы этим и занимаемся дополнительным образованием детей. Они к нам приходят. У нас есть объединение, да, вот как я уже говорила. То есть они приходят, занимаются, получают определённые знания в определённых областях. И при этом что-то для души. Да, да. Духовно развиваются. Спасибо вам большое. Удачи вам в дальнейшем. Спасибо. До свидания. До свидания.